добрый день друзья ко мне поступают громадное количество вопросов по поводу какую же морскую профессию выбрать так как я давно уже отучился и сделал 20 контрактов с высоты как бы прожитых лет мой глаз немножко затуманен и поэтому я может не могу адекватно оценить ситуацию поэтому я решил ответить на этот вопрос статьей ссылку на этот интернет источник я оставлю в описании к видео ну что ж поехали я буду добавлять некоторые свои комментарии совсем недавно на страницах блога я проводил опрос какая морская профессия вам по душе было предложено несколько вариантов ответа механик штурман повар электромеханик и море это не для меня спасибо всем проголосовавшим мимолетного взгляда на результаты хватил чтобы с твердой уверенностью заявить во весь свой скрипучий баритон народ предпочитает работу судоломателя судоводителя всем другим морским специальностям ибо цифры вещь упрямая из 510 человек участвовавших в опросе 302 отдали свой голос за штурмана 120 человек за судового механика 48 за интеллектуальную работу электромеханика 30 человек предпочли всему остальному творческую стезю повара и 10 человек отказалась вообще от любой специальности посчитав и в какой-то степени вполне оправданно что море это не их удел в преддверии выпускных экзаменов когда некоторые молодые люди выбирают свой будущий жизненный путь и просто для тех кто решил стать моряком разумно было бы рассмотреть вопрос выбора будущей морской специальности остановимся на первых двух вариантах как наиболее распространенных кем быть штурманом или механиком вопрос безусловно очень скользким так как со своего штурманского скворечника судить о положительной и отрицательной сторонах работы механика это де-факто попасть под власть стереотипов да простят меня глубоко уважаемые господа судовые инженеры но все-таки вопрос требует детального рассмотрения к тому же несколько последних контрактов я с пристрастием допрашивал как коллег штурманов так и судовых механиков о причинах их выбора на заре морской карьеры что побудило одних людей научиться управлять железными монстрами а других связать свою жизнь с магическими чарующими звуками судовых механизмов поэтому постараюсь быть непредвзятым стоит сказать что процессу выбора будущей морской профессии стоит подходить хорошо подумав услышать себя к чему больше душа лежит чему есть желание и не торопиться взвесить все плюсы и минусы конечно распространенный стереотип сложился в отношении обоих представителей под вида водоплавающих якобы штурмана на судне от ничего не делания состязаются в быстроте заточки карандашей крутят чайкам дули и звонят машину с одним единственным вопросом ну чё заводимся вставочка от меня еще не говорят разберитесь там или сделайте что-нибудь вы же на это учились в общем житуха обзавидующийся или механик помимо основной зарплаты рубящий тонны денег на махинациях с топливом все не так рабочий график штурмана чрезвычайно насыщенный на грузовых операциях штурман работает 6 через 6 часов то есть 12 часов в сутки на ногах минимум а если порт каждый день то это вообще сексуально швартовка отход приход оформление документов общение с властями сон пунктируем у штурмана рабочий день не нормированы вдобавок любой момент добрый дядя капитан может позвонить и потребовать срочно решить очередную якобы неразрешимую проблему невзирая на то что у человека заслуженный отдых у механика в рабочий день более упорядоченные на современных судах машинного отделения за все отвечает автоматика ну если посмотрите моих 20 истории то это совсем не так это значит что при правильном планировании дел дедом машинная команда вполне справедливо и беззаботно может отдыхать после 17 00 абсолютно я чушь включили сигнализацию поужинали прогулялись по палубе кино вино и спадки другими словами сие есть обыкновенный рабочий день с 8 до 17 00 правда если нет овралов ночных банкировок или ремонта они постоянно есть в этом случае механиком не позавидуешь те же бессонные ночи плюс интенсивные телодвижения под шум и грохот если имеется аллергия на топливо то механики идти работать не судьба но еще никого такого не встречал я с аллергией на топливо есть знакомых кто из аллергии на запах топлива переучивался на штурмана в отличие от штурманов у которых аллергии на карандаши не бывает напротив другой жизненный пример товарищ товарища отучился несколько лет на штурмана и вот ведь неприятность какая на очередном профотборе врачи выявили прогрессирующий дальтонизм читая неспособность различать красный и зеленый цвета что для штурмана немаловажно потребовалась срочная переквалификация механика на единственный случай когда штурман перешел механики штурман это щит на пути громадные братья инспекторов проверяющих аудиторов и прочих кровососов желающих пощупать судно за интимные места на предмет выявления недостатков штурман на передовой он общается с этими людьми пытается сгладить острые углы доказывая непричастности как механиков так и судоводителей к тем или иным недочетам и мелким недоработкам а это нервы как неизбежный бонус проблемы с сердцем а иногда и с психикой по моему личному наблюдению легче работать штурманом тем людям кто способен быстро проснуться прийти в чувства и побежать преодолевать ведь не зря же существует такая известная поговорка если спать по жизни любишь то штурмана ты не ходи у механика страдает слух как бонус за пройденные морские мили серый цвет лица ишемическая болезнь сердца и иногда тремор рук штурман по большей части делает свою работу на свежем воздухе в отличие от механика который большую часть времени проводит в подвале без достаточного количества кислорода в жаре и в духоте да еще и окруженный грохочущий симфонии судовых механизмов механик с которым мне доводилось работать рассказывал жизненную историю когда его не оперившегося матриста загнали на работу в машину где выхлопные газы от пилстика свободно разгуливали по машинному отделению так и проработал 9 месяцев противогазе на этот случай смотрите историю номер четыре из цикла морских историй штурман современном понимании это еще и дело производитель смысле человек постоянно заполняющий тонны различных бумаг чек-листов отчетов докладов разъяснений писем и прочей макулатуры штурману необходимо досконально владеть компьютером не на уровне посидеть в контактике а гораздо ширше то же самое касается и механика сейчас понапридумывали гору всяких очень необходимых бумаг без которых по мнению законотворцев судно просто не в состоянии нормально передвигаться а судно благодаря механикам и назло врагам берет и идет физические нагрузки у штурмана сведены к минимуму это верно хотя это справедливо только на определенном типе судна ибо в офшоре и на хэви лифтах штурман тягает на горбу тяжести рано наравне с матросы но поверьте иногда лучше прыгать как кенгуру на палубе или ковырять топливный фильтр чем к примеру общаться с назойливыми индусскими агентами незаметно переложить на плечи капитана эту неприятную процедуру дело опыта и морской смекалки на длительных океанских переходах от на часового сидения в штурманском кресте созерцание горизонта в бинокль и патологической любви кофе возникают всякие нехорошие болезни как верхняя так и в нижней части судоводителя поэтому физ нагрузки штурманам все-таки необходимо а еще и выносливость ведь не каждому по нраву удерживать 6 часовую качку на виграционном мостике морская болезнь не любит слабых а вот у механиков с физическими нагрузками все в полном порядке машина это не только движки насосы сепараторы вид суровых работяг красивых комбинезонах но и вылавливание бычков презерватива и прочие непотребности из ящика с дерьмом установка переработки сточных вод продувание труп опять же с испражнениями бывали случаи когда механики от усталости в сердцах бросив про масляной ветер заявляли ну почему же я не штурман если не работает какой-то механизм на судне швартовная лебедка те же грузовые насосы и тому подобное то кто будет устранять проблему правильно механик важно понимание такого момента что судьба механика это не банальная починка мопеда в гараже когда не получается сегодня а стоял на послезавтра и пошел за клинским на судне такие мансы не проходят необходимо чтобы все работало здесь и сейчас и вперед с песни на борьбу с неисправностями до победного финала несмотря на усталость погодные условия и тонкую душевную организацию судового инженера буквально сегодня я задал вопрос тем ребятам механиком с кем сейчас работаю что их подтолкнуло на механическую стезю и не жалеют ли они о своем выборе старник признался что первый его контракт на греческом балкере в должности 4 механика был терминальным ужасом и феерическим кошмаром он жалел глядя на штурманов которые скучали от безделья на длительном переходе что не стал судоводителем к тому же его отец бывший судомеханик что тоже сыграла свою роль но это было давным-давно а сейчас свои неполные 32 года будучи стармехом он все-таки считает что выбор был правильным да поэтому я и говорю что взгляд немножко затуманен у меня в настоящее время судоводителей все большая конкуренция на рынке труда со стороны иностранных моряков индусов филиппинцев индонезийцы и прочих героев книг дарвина конкуренты обходятся дешевле судовладельцу чем наш брат это и понятно если последние сидят на судне по году и больше а отечественному штурману сложнее и сложнее устроиться на работу особенно свой первый рейс обратите внимание на вакансии большинства кривиновых агентств соотношением предложений работе штурман механик 30 к 70 пользу последних судовых инженеров сейчас большой дефицит всегда не хватает и на работу пробиться проще а вот рынок штурманов переполнен что я могу сказать по этому поводу всем сложно и механиком также механиком работа всегда найдется и об этом стоит задуматься при выборе профессии необходимо стремиться быть востребованным специалистом своем деле а что для этого нужно правильно товарищ курсант хорошо учиться а еще бегло спикать на английском и тренировать головной нерв между ушами как говорили во времена союза штурман это дворник с высшим образованием потому как толку от штурманов береговой жизни если вдруг случится такая коллизия и необходимо будет надолго бросить якорь на берегу практически никакого такая специальность на берегу мало востребована но по правде говоря безумном капиталистическом мире это особую роль не играет большее значение имеет личные качества человека круг знакомств и стремление изменить свою жизнь к лучшему раз это самая жизнь преподнесла такой сюрприз в виде отсутствия работы по причине здоровья увеща и тому подобным неприятностям механик это руки которые растут из нужного места знаток своего дела и на берегу сможет себя реализовать по многим направлениям надеюсь будущим знатокам своего дела суровым морякам и просто сочувствующим морской профессии помогут мои скромные умозаключения желающих высказаться по существу милости прошу в комментарии неважно на кого вы собираетесь учиться на судоводителя или судомеханика важно никогда не терять тонкую нить связи между собой во время работы на судне всегда интересуйтесь проблемами друг друга и все будет хорошо